За чей счет-то праздник? Потому что бизнес по всей России дышит наладан. В Великобритании что делают? Вы закрываете кафе, а мы, правительство, платим заработную плату вашим работникам в размере 80 процентов от того, что платили, до 1700 фунтов в месяц. Сейчас по всей России и в Москве одна и та же ситуация. Кафе пустое, если не закрытое. А Путин не сказал не платить работникам. Ровно наоборот. Он сказал, что работникам заплатит работодатель. Ребят, мы вас только что бизнес разорили, ударив рубль. Вот вы разоряетесь с помощью коронавируса. Теперь, пожалуйста, заплатите еще людям, которые у вас работают, без того, чтобы они у вас работали. У нас 18 марта Путин подписал закон о, внимание, покупке Сбербанка государством у Центробанка за 2,5 триллиона рублей. У меня вопрос. Может быть, в связи с обрушением рубля, а эту сделку отложить, а вот эти 2,5 триллиона как раз направить на помощь бизнесу и людям. Второе. Это, в общем, лично Путин и Сечин уронили рубль. Это их решение. Страна стабильно получала до 2 триллиона рублей из-за того, что цена на нефть была на 10-15 процентов выше, которая бы была без ограничений. Нельзя было сказать во время выступления, что мы немедленно готовы к переговорам с Саудовской Аравией и будем пытаться рубль поднять. Третье. У нас есть контрсанкции. Вот все эти яблоки польские, которые давили бульдозерами, они стоят россиянам по под счетам экономистов 445 миллиардов рублей в год. Может их отменить по случаю коронавируса? Потому что вот по случаю коронавируса Путин ввел новый налог, что, кстати, абсолютно запретная вещь. В кризис вводить новые налоги нельзя. Налог небольшой на доходы по процентам в банках. Ну, конечно, возникает вопрос, какой идиот хранил деньги в рублях в банках. И вот получается, что, значит, человек попал сейчас. И так его не то, что доходы, а сами сбережения обесценились минимумом на треть. И, конечно, он... Да, и там из-за этой меры государство заработает аж 50 миллиардов рублей. А сколько денег при этом убежит из банков, неясно. Так может, вместо того, чтобы заработать 50 миллиардов рублей государству проще было отменить контрсанкции, и мы все дополнительно бы получили 450 миллиардов рублей в ценах 2013 года? Почему не отменить монополию вот этого безумного вектора, который нанимает вирусологов по 15 тысяч рублей, не может насытить рынка? Потому что, ну, люди не из того места, руки не из того места, видимо, растут у этих секретных людей. И по чужим шпаргалкам изготовила тест, который, как отмечают эксперты, в 10-16 раз менее чувствителен, чем тесты, которые нормальные конторы изготовили по этим же шпаргалкам. Пусть любая поликлиника, пусть любая контора сможет проводить этот тест. И, кстати, отмените заодно идиотские правила ввоза медтехники и лекарств. У нас действительно было в запасе несколько недель. Не за счет гениального распотребнадзора, не за счет того, что прикосновение Путина лечит коронавирус, как французские короли Золотоху, а за счет низкой деловой активности и нищеты населения. Потому что почему заболели первыми Иран и Италия? У них очень близкие контакты с Китаем. У нас был запас, и он исчерпывается, потому что я неделю назад вам, обратите внимание, сказала две вещи. Нет пока ярко выраженного роста больных с пневмонией, но будет, потому что законы математики и экспоненциальную кривую никто не отменял, ибо будут известные заболевшие. Вот рост пошел, и Лев Лещенко заболел. И самое главное, что не сказал Путин в своем обращении. А он должен был сказать, что эпидемия не двигается, потому что нянечка, которая слышала до сих пор, что это все вранье и козни Запада, и которая, вот Бажина Рынская говорит, что к ней там пришел кто-то человек ремонтировать, и в ответ на вопросы коронавируса он сказал, да я в метро имбирь жевал. Вот этот имбирь жующий, он от своего президента должен был услышать, что да, не надо жевать имбирь, а надо сидеть на карантине.